День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку Chivalry Deadliest Warrior. Deadliest Warrior это DLC, которая сейчас находится в бете. Если вы купите его, то вы сразу же попадаете в бет, вы можете сразу же играть. Но для тех, кому хочется посмотреть, что это за главная игра, потому что я, например, на неё обзор не делал, или он у нас есть, по-моему, я не очень, я недостаточно внимания уделил главному продукту Chivalry, хотя это шикарная игрушка. Но так или иначе, если вам интересно, вы можете сегодня, завтра и послезавтра поиграть в неё на Steam, она бесплатная есть. Но если вам хочется поиграть в бету, вам придётся купить главную игру за 120 рублей, а также DLC за 300. И тут, конечно же, становится вопрос, стоит ли это делать. В первую очередь, нужно подчеркнуть то, что здесь вы играете не только за рыцарей, а тут у нас есть самураи, спартанцы, викинги, рыцари, ниндзя и пираты. И, знаете, это такая детская, это, знаете, вот разговор детей, которые, а что будет, если танк против самолёта? А что будет, если, не знаю, там, ядерного, ядерную ящерицу, годзиллу против атомной черепахи, что по идее. Ну и тоже, ну, вот что будет, если они вдруг встретятся вместе? И здесь специальные даже модусы есть, в которых мы большими командами играем, а то есть, например, викинги, только викинги против только пиратов. И на поле боя все-все-все, скажем так, классы, или это можно даже назвать расами и эпохами, они все смешаны на поле боя и командами друг против друга, и кто кого зарубит. На это очень-очень интересно смотреть. У нас здесь, конечно же, есть возможность изменять нашего героя, но пока что в бете она не полностью прорисована, не полностью проработана. Мы можем, например, давайте на рыцаре это легче всего показать. Так, давайте перейдём. А то есть, пока что у нас одёжки нету, у нас есть куча-куча шлемов, но это потому, что шлемы ещё остались с прошлой игры. У нас есть возможность изменения текстовых полей, а также у нас можно выбрать бобрисовку и рисунок у нас. То есть, это всё ещё в обработке. Но если вам важен, скажем так, геймплей, а то есть просто бой, то это уже на все 100% есть. Пока что вот эти мелочи не доделаны, но давайте сейчас отправимся в бой. И это самое интересное, самое классное и самое... Это лучше всего сделано в Chivalry. И знаете, конечно же, это главный, самый большой и самый серьёзный конкурент игрушек War of the Roses и War of the Vikings, которые сейчас новые. Так, давайте тогда сейчас посмотрим Last Team Standing. Fjord, Last Team Standing, Team Deathmatch. Давайте возьмём Last Team Standing, просто потому что это новый тип игры, который вот с этим DLC появляется. И тут бывает, то есть мы можем играть или класс против класса, а то есть, например, пираты. Вот, например, это сейчас у нас класс против класса. Давайте я возьму... Так, кого у нас больше всего? Больше всего викингов. Ну да, отлично. Самурай. Самурай мне нравится. Так, хорошо, давайте выберем своё оружие. Двуручная катана огромная. Так, копьё. Арбалет. Ну или лук. Что-то вроде меча на палке. Я знаю! Нагината. Я знаю, как называется оружие. И огромная палка. Копалка. Давайте возьмём вот такую двуручную катану на даче и поедем на дачу. Так, всё. Я готов присоединиться. Давайте посмотрим. Обычно эти игры, они у нас... То есть, по типу Counter-Strike. Если мы умираем, мы умираем. И давайте просто полетим, посмотрим на то, что там происходит. Потому что на эту игру приятно смотреть. В DLC они улучшили графику. Она не такая размытая. Знаете, мне не очень нравилось в Shivalry то, что... Графика была приятная, но она была какая-то такая постоянно размытая. Здесь это всё очень-очень чётко выглядит. На это очень приятно посмотреть. И в этом приятно просто находиться. Итак, у нас кто? У нас викинг против рыцаря. У викинга... А, нет, это не викинг. Это... Это... Господи, боже мой. Ниндзя с вот таким мечом. И ниндзя, скорее всего, я это пропустил немножко. Ахах. Викинг. Завалил бедного ниндзя кулаками. Просто кулаками. Он долго... Долго не чикался. Так, хорошо. У нас тут два самурая. Так, хорошо. И давайте убьём первого спартанца. И будем держаться вместе. Крикнем что-нибудь. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Так, и давайте пойдём туда. Хорошо. Мы... Самураи все вместе. Всё. Давайте ещё подберём товарища. И тут лучше всего держаться вместе. Потому что люди всё-таки командами, когда играют... О, мы сейчас с ниндзями разберёмся. Так, давайте-ка я нанесу большой удар сверху. Красивый. Ах! То есть... Ах! Меня сбили немножко. Так. Так. Я ничего не вижу. Так, есть? Есть. Разобрались. Давайте с тем ниндзей разберёмся. Так. Идём, 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 идём. Я думаю, что мы попытаемся нанести ещё один удар сверху. Ап. Нет, не получилось. Скорее всего сбоку тогда нужно. Ааа. Куда? Куда? Давай. Ап. И тут очень классная боевая система, в которую нужно вовремя ставить блока. То есть, постоянно держать блок или постоянно держать удар нельзя. Здесь нужно вовремя рассчитать... Ах ты! Как он мне из-за угла молотком по голове. Красиво даже. Мне аж завидно стало. Так. И это... Ну, нет, ещё не зарезали. Рыцарь, что ты здесь делаешь? Ааа. Наших самураев уже, по-моему, перебили. Так, два рыцаря против меня. Ах, ну что ж, давайте Коли ещё удар попробуем. Ах, нет, я промахнулся. Ааах! Да, да. Ну и вот такое очень весёлое-весёлое сумасшествие происходит. В бете пока что нету модуса большого, а то есть огромных битв, которые не на убийство идут, а на разные задания. То есть, например, займи что-то или защити что-то, где-то кого-то убей. Вот такие вещи. Их нету пока что. То есть в бете, по-моему, есть Team Deathmatch, Free For All и Дуэль. Вот эти три мода. Но модуса. Но их потом добавят. Это не бойтесь. Ну, уже в том, что... Господи боже мой, кому-то взорвали голову. Так, пират против викинга. Я ставлю свои деньги на викинга, если он повернётся спиной, ну, лицом. Так, что у нас здесь такое? Спартанец какой-то, голый совсем бегает, странный. Так, так, так. У нас немного осталось. Рыцарь, два спартанца и пират с копьём в голове. На это нужно посмотреть поближе. Да, у него копьё в голове торчит. Это бывает. Это очень долго не проходит. Особенно, если его не достать. А, ну хорошо, он не в голове, а в груди. Так, по-моему, сейчас спартанец с ним разберётся. Потому что у спартанца такое копьё отвратительное. И, знаете, да, конечно же, это по-детски. А что будет, если? Что будет, если? Но, поймите, это не только скины. Это не только, скажем так, такой... У, я самурай, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Привет. По-моему, спона им нужно было бы починить как-нибудь. Ну, есть. Ему не повезло, что он рядом со мной появился. Но у него там ещё есть друзья. Так что давайте я от них отойду. Так, здесь у нас сколько? Два викинга. Так, пока что осторожно. Осторожно. Тут пират туда-сюда бегает. Весёленький-то. С пистолетами! Ах! Даже не дали мне прикоснуться. Нужно искать свою команду. Это очень важно. Со своей командой. А где как раз мои самурайчики? Вот тут пираты, видите? Все собрались и расстреливают. Но у рыцаря одежда хорошая. И он... Ему не страшен серый волк. Он в поросятах знает толк. Ну, или в пиратах. А что у нас происходит с другого конца поля? Так, тут рыцарь куда-то бежит. А, вон! Один самурай есть. И, как видите, на игрушку приятно. На игрушку приятно посмотреть. Но что я хотел тогда сказать? А, я хотел тогда сказать, что это не просто скины, да? А это разные типы боя. Это разные силы, разная скорость. Тут приятно всеми попробовать найти своего любимого героя. Или найти свой любимый класс. И просто посмотреть, кто кого все-таки. Чья тактика, чье обучение, чей стиль боя лучше. И это делает игру очень-очень интересной. И знаете, я скажу вам честно. Эта игра мне больше нравится, чем Chivalry. Э, чем Chivalry. Нет, ну, мне вот этот DLC нравится больше, чем оригинал Chivalry. Но мне также эта игра нравится больше, чем War of the Vikings. Потому что она просто-напросто веселее. Тут и бой... О, господи, боже мой. Миндзи на них навалились огромной-огромной кучей. Здесь и бой по мясисте. И мы от первого лица играем. Поэтому, знаете, ощущение такое. То, что все-таки я нахожусь там именно. А не смотрю за фигуркой, которая бегает по карте. Это все чуть-чуть. Чуть-чуть, но лучше. Конечно же, если вам нравится такая четкая полоска прогрессии. Или исторически правильная одежда. То есть это то, что будет в War of the Vikings. То, что уже есть в War of the Roses. То вам нужно будет туда. Потому что здесь игрушка больше концентрируется на бой. Больше концентрируется на сам по себе экшен. И так, давайте еще раз пройдемся. Главная игра сейчас доступна бесплатно. Так что можете делать что вам угодно. Так, привет, парень. Тебе не повезло. Ну. Вот так вот. Будет с каждым. А! А так вот будет с каждым самураем. У которого пуля торчит в голове. Господи, ну. Давайте последим за этим и я на этом закончу. А то есть в главную игру вы можете вот эти три дня поиграть бесплатно. Она весит где-то 2,5-3 гигабайта. Так что можно за день скачать. И потом два дня поиграть. Также главная игра стоит 120 рублей. И в нее играет огромная куча людей. DLC стоит 300 рублей. И я вам сначала советую посмотреть нравится ли вам главная игра. Если она вам пойдет. Если вам хочется. То берите DLC. Не бойтесь. Здесь будут моды. Здесь будут, ну, модусы игры. Здесь будут люди, которые играют в нее. Это вы не просто так выбросите деньги. Ну и вот и все. Это все очень качественно, очень веселый продукт. И всегда приятно посмотреть на такое вот сумасшествие. И я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.